Добрый день, уважаемые дамы и свода, с вами Константин Белый. Мы продолжаем разговор об отоплении, о подготовке к зиме. Зима не так уж уже и далеко, лето ушло, все. Мы пришли, как говорится, прикатились. И вот вопрос по режимам работы котла. Вот какие режимы работы котла, наиболее экономичные. Потому что споров здесь огромное количество. Потому что на сегодняшний день некоторые производители даже выпускают котлы, как они говорят, с длительным горением, в режиме тления. И вот они говорят, ну значит это хорошо, в режиме тления, вот загрузил он там 300 килограмм, и он ему там несколько дней эти 300 килограмм в режиме тления как бы отдает. Ну, если мы будем просто брать физику, да, когда мы берем трава и сжигаем, да и вот не важно, дрова, уголь, что угодно, хоть этот, а тем более там газ. Многие знают, что газ и жидкое топливо сжигать нужно при хорошей подаче воздуха. Когда мы даем достаточно кислорода, выделяется больше всего энергии. Неважно, газ это, жидкое топливо, уголь или дрова. Без разницы. Чем больше мы дадим кислорода, тем больше получим энергию. Вот понятно, да? Вроде ничего, все логично. Если мы даем меньше кислорода, многие говорят, ну так мы просто растягиваем горение. Ну, режим минимального горения, да, минимального горения, в принципе, все логично, все правильно. Если вы сможете удержать это минимальное горение в том режиме, что у вас все, что образовался пиролиз, все это все равно догорело. И не выбросилось сажей в дымоход. Медленно, там, а потом дожиг нормальный. Сможете так организовать? Основная масса котлов так не могут организовать. Это просто не в их силах. Это вот эти вот пиролизные громадные котлы, но так там и объемы совсем другие. Это не для таких вот частных домиков маленьких. Это совсем другое оборудование. И режим, тогда говорят, тление очень хороший. Зажали, оно что-то там потихоньку переваривает. Люди для того, чтобы отопить, допустим, 100 квадратных метров, ставят котел, который в состоянии отопить там 400-500 квадратных метров. И он в режиме тления дает им, в принципе, неплохую температуру. Там в пределах 40, может 50 градусов. Ему при таком объеме топки, в принципе, хватает. Но что у него происходит? Происходит, что часть топлива, там может быть колоссальная, там даже может быть и 30%, а может и больше. Никто ведь не считает, сколько ему нужно отопиться, сколько калорий получить вдруг. И сколько он получает, сколько он отапливается. И сколько он потом это в дымоход выкидывает, а потом еще может быть чистит этот дымоход. Хорошо, если у него хорошо утепленный дымоход, у него основная часть сажи улетает в атмосферу. То, что засоряется атмосфера, оно этих людей мало волнует. Самое главное, что у него вроде бы идет нормальный процесс. Забывая то, что он свои деньги платит на выброс в атмосферу. Понимаете? Или на нагрев атмосферы, как там у него получается. Так вот, режим тления никогда не был экономичным. Никогда, вот что бы вы ни делали, возьмите, просто садитесь и считайте. Арифметика здесь уже в состоянии все обсчитать. Не нужны очень большие сложные вычисления. Там формулы самые простые. Главное физика. Так вот, мне спросили, а какой способ самый экономичный? Так вот, самый экономичный это все-таки режим полного горения. Режим полного горения. Но тут каждый же и скажет, как же так? Я, мне, допустим, ну не нужно мне 90 градусов при режиме полного горения, допустим, выделится много тепла и теплоноситель в котле нагреется 90 градусов. А мне не нужно 90. Мне 60 устроит, а может кому-то и 40 устроит. В зависимости от того, как у него сделана система отопления, как у него утеплен дом, какие у него теплопотери. И тут по логике становится просто-напросто. Мы всегда привыкли рассматривать только один котел. Нет, нужно полностью комплекс рассматривать, систему отопления. Это и котел, и ямкостной гидравлический разделитель. Или теплоаккумулятор. Вот теплоаккумулятор как раз шикарно справляется с задачей накопления лишнего тепла и потом постепенно его отдавать. И вам не нужно, ну, вы берете котел немножко с запасиком, чтобы он быстрее нагревал теплоаккумулятор. Он вам интенсивно нагоняет температуру, дальше вы его уже не топите, и теплоаккумулятор постепенно отдает дому тепло. Шикарная схема. Никаких потерь. Все работает как часы. У вас топливо, все, что сгорело, все вы тепло развернули на отопление. Никакой утилизации, никакого выброса наверх. Нет, ну, определенное. То, что должно технологически уйти, в любом случае, у нас все равно технологически должно... Газы-то все равно нагретые. И на выхлопе у нас должно получиться СО2 и H2O. Ну, и еще там кое-какие окислы. Они все равно будут иметь температуру. Особенно H2O нам нужен ни в коем случае ниже 100 градусов, потому что иначе это у нас все будет литься, просто литься вода, как говорят, в хату. Так вот, наш котел, казак, у него температура исходящей газа 150 градусов. Это то, что нужно для нормальной работы котла. И экономичность его. Но котел должен работать с имкостным гидравлическим разделителем. Или с теплоаккумулятором. Вот тогда все правильно, все хорошо. Я ответил на вопрос. Идем дальше. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok